привет всем продолжаем отвечать на ваши вопросы и сегодня у нас такой вопрос бывают ли степени просветления буду просветлился в большей степени чем те кто просветлялся до него или важен лишь его путь к просветлению степени просветления бывают ну они бывают разные если мы смотрим именно на традицию траваны то в траваде есть 4 степени просветления первое это входящий в поток то есть человек который уже вроде как на пути но еще не совсем продвинулся такой человек будет перерождаться но уже не человек но перерождаться он будет в хороших хороших мирах хороших перерождениях приждаться он будет примерно 7 раз следующая ступень это возвращенец один раз это тот кто переродится еще раз и переродится он человеком потом у нас идет не возвращенец это тот кто уже не будет перерождаться человеком и вообще он переродится где-то в чистых сферах и наконец у нас идет арахант который сто процентов перерождаться никогда не будет у него прямая дорога в будды но это в тараваде в махаяне уже немножко по-другому все это рассматривают там все сложнее если можно говорить о степенях просветления в махаяне то да они рассматривают арахата араханта но но это как бы не совсем полноценное просветление это когда человек думает только о себе и соответственно только себя и просветляет а надо надо быть как бодхисаттва надо просветляться так чтобы думать обо всех и считать своей целью просветления вообще всех ну и в конце концов бодхисаттва становится буддой вот такие степени но опять же давайте поговорим о том что такого уникального в просветлении будда сложный вопрос что уникального с одной стороны будда это конечно для нас будда шакямуни я имею ввиду это очень важная важная личность потому что он является учителем нашего времени тем кто нам принес концепцию перерождения но будд очень-очень много сколько миров столько и будд а миров очень много и будд тоже бесконечное количество так что ну он не настолько уникальный таких много и дело в том что это очень важный момент буддизма стать буддой может кто угодно то есть этот путь может пройти любой если это не так то никакого смысла нет да в разные времена в разных традициях размышляли насчет того если те кто никак не просветлится может быть женщины не могут просветлиться надо сначала переродиться мужчинами может быть всякое там низшие свои населения недостаточно умные чтобы просветлиться них это просто не получится а вот если у нас совсем совсем злой человек такой низменный все что его интересует тоже очень низменно вот может ли он просветлиться да все эти размышления есть но скажем так мейнстримно ну если можно такое слово использует применительно буддизму в основном мы все-таки сходимся на том что дорога просветления работает для всех не все смогут достаточно хорошо воспользоваться именно в этом перерождении но рано или поздно да рано или поздно все иначе нет смысла по крайней мере так написано в сутрах но в то же самое время дорога к просветлению путь к просветлению будет в разным разных людей как я уже сказала разные будут перерождаться в разное количество раз кто-то просветлится быстро кто-то нет опять же если говорить про будет то на мой про буду то на мой взгляд ошибочно рассматривать путь просветления будды исключительно с того момента как он сел под фикус религиозный как очень многие почему-то делают даже наверное ошибочно рассматривать путь просветления будды исключительно ограничивая рамками существования жизни галтама будда то есть будда шакямуни вот он родился вот он просветлился вот он умер нет мы знаем что он перерождался до этого неоднократно количество раз и сколько у него занял вот этот путь до будды до просветления это очень сложный вопрос я думаю что немалое количество времени поэтому в целом в буддизме вполне себе может быть ну можно предположить что человек может и не ставить для себя целью просветления именно в этом перерождении можно работать на просветление главное да главное что ты будешь работать на просветление но когда ты просветлишься это уже большой вопрос что еще важно в данном случае ну я думаю что более-менее мы это обсудили этот момент с просветлением хотя учитывая что если мы рассматриваем традицию махаяны то особенно традицию тендай моей школы то во всех нас есть некое зерно будды которое восходит и более или менее мы находимся в контакте со всем окружающим миром мы с ним взаимосвязаны то есть просветляемся мы просветляется в какой-то степени и все вокруг нас так что просветление это вообще очень сложная и запутанная штука рассматривать даже просветление будды на мой взгляд в отрыве от просветления каждого из нас невозможно просветление будды это просветление всего мира ладно в конце я уже совсем ушла в высокие сферы ну ладно надеюсь что на вопрос я ответила спасибо пока пока пока